Валентина Юрганова В пиотехнический техникум она не попала. Помешала 58-я статья «Измена родине», которая перешла Валентине от её мамы ещё до войны. Пришлось поступать в Черепановское педагогическое училище. Я никогда не пожалела о том, что я учитель. Мы вначале жили в пассивной и все годы, сколько я работаю, я стараюсь быть похожей на тех учителей, которые нас в пассивной учили. Голодно, холодно. Но они были всегда с нами в школах, даже в воскресенье было открыто, можно было пойти. Свою трудовую деятельность Валентина Петровна начала ровно 60 лет назад в Тагучинском районе. Проработав 4 года в деревенской школе, переехала жить в Искитим. В 1962 году пришла работать в пятую школу. Тогда она ещё находилась на месте ЦУМа. Там такой был дух творчества, что меня зарядили на всю оставшуюся, так сказать, трудовую жизнь. В 70-х Валентина Юрганова заочно получила высшее образование и перешла работать в 11-ю школу. Заучим начальных классов. Вместе с ней туда же ушла и Зоя Безукладного. Не только коллега, но и подруга Валентины Петровны. За Валентину Петровну я шла в 11-ю школу по её приглашению. И своему мастерству, все мои заслуги, я тоже самое считаю, что внесена очень большая доля и её. Вместе с ней мы внедряли новую методику горецкого обучения чтению, которая до сих пор живёт с 75-го года. В 11-й школе Валентина Петровна проработала 10 лет, а затем снова вернулась в пятую. Я даже те 10 лет, когда работала в 11-й школе, здесь же друзья мои оставались. Здесь оставались заучи, у которых я училась, к кому можно было всегда прийти, посоветоваться. Поэтому я как-то никогда не оторвалась от пятой школы. Хотя по 11-й школе до сих пор скучаю, но и от пятой я не оторвалась никогда. Каждому ребёнку Валентина Петровна всегда старалась найти особый подход. Могла построжиться и даже поругать. Но никогда не обижала и не унижала своих учеников. Старалась заинтересовать учёбой. У меня в каждом классе было две пары, как минимум, глазок, в которые я всегда на уроки смотрела. Я у одних молча так спрашивала мысленно, понятно, а у других спрашивала, интересно ли. Бывали случаи, когда в глазках тоска и приходилось на уроки перестраиваться. Ученики никогда не боялись Валентину Юрганову. Они её уважали. Ценили её и коллеги. Всегда прислушивались к советам. Считали её наставником и другом. Мы пришли юными девчонками. Она была уже опытным. Но наслышала я была о ней раньше ещё. Вот настолько человек нашёл к нам каждому ключик. Мы пришли три человека, молодые специалисты. Она была нам другом в первую очередь. Потом она была человеком, который методически грамотный. На заслуженный отдых Валентина Петровна ушла 10 лет назад. Но ученики до сих пор её помнят и любят. Навещают, звонят, поздравляют с праздниками. Двери родной школы всегда для неё открыты. Здесь её рады видеть в любое время. Она до сих пор является нашим, скажем, старшим наставником. Потому как проводит классные часы. Поскольку она относится к детям войны, проводит классные часы. Дети с удовольствием её приглашают на всевозможные встречи. Всё это организуется в музее или просто в классных кабинетах, где она также рассказывает о своём детстве, о своей жизни. 53 года отдала Валентина Юрганова своему любимому делу – обучению детей. 49 из них проработала в нашем городе. За это время десятки поколений юных эскетинцев научились грамоте с её помощью. А главное, она научила их требовательно относиться к себе самим и в любой ситуации оставаться настоящими людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова